здравствуйте друзья сегодня в собственнике очень интересная тема и интересный дом эту тему иллюстрирующий вот кстати этот дом владимир улица зеленая 2 сразу обращу внимание на табличку при въезде во двор она гласит что это частная собственность что чужим машинам здесь не место кадастровый номер участка такой-то и вообще работает эвакуатор дело в том что 4 года назад жители зеленая 2 проголосовали за то чтобы управлять своим домом самостоятельно и выбрали такую форму как непосредственное управление вот о непосредственном управлении сегодня и будем вести речь все время самостоятельного плавания домом руководит юрий дудоров выбранный общем собранием председатель совета дома говорим в небольшом ухоженном дворе видны явно свеже отремонтированные спуски в подвал и входная группа делали сами и за свой счет как все при непосредственном управлении сначала вот и делали спуски в подвал потом козырек мы делали на как очень просто я подыскивал специалистов смотрел результаты их работы если мне нравилось значит договаривались по заключали договор вот интересно а как вы деньги на это аккумулирует поскольку в непосредственном управлении и у вас как таковой квартплаты на содержание нету как вы вот на это деньги от мудрый у нас решенный вопрос мы заключили договор подряда с управляющей организации там мы выполняем что они выполняют обязательные работы ну и аварийные работы паспортные услуги мы оплачиваем за это дело вот и договорились что мы платим туда деньги открываем суп счет нашего дома закрепим и разъясним услышанной есть три формы управления многоквартирным домом тсн бывшие тсж с помощью управляющей компании и непосредственное управление никаких других вариантов нет во всяком случае пока а без управления многоквартирный дом не может быть по жилищному кодексу в разговоре с юрием викторовичем я сказал что при непосредственном управлении нет квартплаты действительно при непосредственном управлении жители сами решают как и сколько им собирать средств на текущий ремонт и содержание дома каждый ли месяц померили необходимости полная вольница которая имеет и хорошие и плохие черты но об этом позже на зеленые 2 схему сбора средств оставили прежней ежемесячно по тарифу установленному главой администрации владимира 21 14 с квадратного метра также как например у меня у дома заключен договор подряда это важно договор подряда а не управление с близлежащей управляющей компанией которая выполняет для зеленые 2 обязательные работы перечень которых есть в 290 постановлении правительства часть собранных средств идет на оплату вот этих услуг всеми же остальными средствами жители могут распоряжаться самостоятельно и сами решать что и когда делать кто это будет делать и сколько ему за это платить и в этом суть непосредственного управления дом небольшой 54 квартиры 1 подъездный построен был 40 лет назад это к вопросу о степени износа за разговором мы с юрием викторовичем обошли его от крыши до подвала и некоторые фрагменты нашей беседы я хочу показать что называется без комментариев вот это кровля выход на кровлю но пока слава богу единство что в этом году парапет немножко поправили закрепили кое-где болталась вот у вас еще кровля то живая 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 слава богу не сглазить вот по предписанию надзора да и в общем-то руки дошли мы привели в порядок это помещение облагородили вот это пластиковая корзочка сделали он деревянный а мы сами лачили это все сами делали сухо видите здесь это вот остатки следов это дезинфекции я заказываю два раза в год от мышей но пока никто не жалуется так это ваш тепловой пункт да вот сейчас идет отопление пуск был без задержки да вот в этом году поменяли задвижки были очень старенькие у вас есть человек который снимает показания у дпу есть я вот еще одна ключевая особенность непосредственного управления жители должны выбрать уполномоченного человека который будет заниматься вопросами текущего ремонта и содержания он берет на себя львиную долю всей нагрузки взаимоотношения с обслуживающей организации с ресурсниками сбор и учет средств подбор подрядчиков в общем все что происходит на доме контролирует именно этот человек в идеале такой человек должен быть в каждом доме независимо от того тсж это или дом под управляющей организацией но при непосредственном управлении значение этого человека особенно велико потому что техническое состояние дома при непосредственном управлении никто не имеет права даже проверить не местные власти не жил инспекция если уполномоченный не способен или не хочет заниматься делами дома то и здесь мы переходим к обратной и не совсем светлой стороне непосредственного управления во владимирской области порядка 12 тысяч много квартирных домов из них 3600 находится в непосредственном управлении казалось бы радоваться надо если все эти дома содержатся также как зеленые 2 но в том-то и дело что это не так по факту оказывается что дома вот эти просто брошены моя точка зрения достаточно спорный способ управления достаточно спорный вариант обслуживания дом потому что есть риски того что дом просто рано или поздно окажется в технически неисправном состоянии и возможно даже аварийным популярности непосредственного управления у нас в регионе способствовали два факта первый у нас очень много домов малоэтажных и малоквартирных порядка 40 процентов всего жилого фонда большинство из них подходят под непосредственное управление в законодательстве есть норма который гласит что такую форму могут выбрать дома где от 4 до 30 квартир это первый факт а второй заключается в том что содержать такие маленькие дома очень накладно сбор небольшой проблем много потому что дома старые когда стали распределять жилой фонд по управляющим компаниям те быстро смекнули что возжаться с такими домами себе дороже и стали активно агитировать жителей маленьких домов переходить на непосредственное управление расписывали под хохолому как хорошо им будет житься как они будут сами себе хозяевами как будут тратить деньги куда хотят на уж если вы не сможете какие-то работы выполнить то заключите с нами договор подряда и мы сделаем все что необходимо при этом управляшки естественно забывали объяснить чем отличается договор подряда от договора управления это самый эффективный способ для предпринимателей уйти от административной ответственности практически полностью дело в том что если ты дом берешь в управление и заключаешь договор управление жителями то идет ответственность уже в рамках лицензионного контроля достаточно высокие штрафные санкции на директора до 100 тысяч рублей на юрлицо до 300 тысяч рублей и серьезный жесткий контроль если ты приходишь на дом 10 непосредственное управление и ты заключаешь договор на подряд на конкретные работы то ты отвечаешь только за эти конкретные работы и в отношении таких подряд организации таки можно провести проверку показывает практика нашей работы но проверки проводится в рамках жилнадзора и здесь штраф уже совершенно другие до 4 тысяч рублей на дна руководителя такой подрядной организации и до 40 тысяч рублей на саму юрлицо в этой вот организации в большинстве случаев там где жители выбрали такую форму управления фактически это была навязанная форма управления со стороны управляющей компании которые решили себя скинуть этот балласт дальше происходит следующее жители поддавшись на провокацию переходит на непосредственное управление если повезет выбирают старшего если у того есть хотя бы желание заниматься проблемами дома он начинает строить планы считать деньги очень скоро сталкивается суровой правдой жизни а заключается она в том что в маленьких домах необходимые средства на текущий ремонт и содержание собрать практически невозможно во всяком случае без дополнительных взносов а к дополнительным взносам готовы далеко не все собственники и начинаются уговоры споры конфликты в конечном итоге старший плюет гори все огнем живите как хотите и дом начинает приходить в упадок получается что непосредственное управление это иллюзия за которой ничего не стоит тоже не совсем верно это хороший инструмент которым надо уметь пользоваться дом комиссарова 13 два года был на непосредственном управлении за это время три раза проводили работы капитального характера также сделали новую отмостку козырьки над входами в подъезды все это время домом руководила юлия масяно у меня была такая задача года два нужно чтобы немножечко восстановить дом а затем найти очень хорошую управляющую компанию порядочную чтобы передать дом каким домам вы бы рекомендовали перейти выбрать такую форму управления как непосредственно но этот дом должен быть новым технически хорошим должно быть немного квартир и должен быть человек который этим занимался с утра до вечера дому 2 по улице зеленой повезло что процессом руководит фанатик непосредственного управления своего дома юрий дудоров который ко всему прочему еще с головой и руками в ладу да здесь нет мрамора дубового паркета и лепнины зато есть крепкая крыша сухой подвал чистый двор тепло вода электричество и умеренная плата за все это еще одна суровая правда жизни состоит в том что а люди быстро перестают ценить то что имеют и б в каждом доме есть человек который чем-то недоволен при любом раскладе к чему это я кто-то из жителей дома зеленые 2 обратился в жил инспекцию с просьбой проверить а на каком собственно основании дудоров руководит домом жил инспекция обязана отреагировать и она отреагировала и обнаружила что зеленые 2 находится на непосредственном управлении незаконно есть ограничение не более 30 квартир в доме а у дудрова 54 нарушение самозванец все гораздо проще в 2013 году когда непосредственное управление было введено законодательно и когда кстати за него проголосовали около 80 процентов жителей дома зеленые 2 никаких ограничений еще не было лимиты появились позже сначала 16 квартир потом 30 в голову не приходит не логика не причина почему именно вот три 16 квартир почему 30 квартир а почему не 100 квартир согласен в какой по формальной стороне мы нарушаем обращался городское управление жилищного хозяйства обращался в инспекцию жилищного процесса жкх контроль пожалуйста но придите организуйте комиссию давайте посмотрим как дом может быть выйти с какой-то инициативой с предложением к сожалению не ответа не привета в исполнении требования законодательства жилищная инспекция вынесла предписание выставить дом на конкурс и передать в управление выигравшие управляющей компанией если жители не примут иное решение тсж юрий викторович считает слишком затратным для 54 квартир объявил общее собрание чтобы передать дом управляющей компании нельзя сказать что все идеально я всегда на эти вещи смотрю самое критично но с позиции все таки ну как надо нам 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 есть управляющая компания у нее много домов она не знает что нам надо она все равно будет заявки какие сделать не зеленые 2 уникальный случай приведение ситуации в соответствии с законодательством меня не радует а скорее наводит на печальное размышление за все время существования непосредственного управления в нашем регионе ни разу не проводилась оценка эффективности такого способа управляющие компании регулярно на планерке у начальника управления жкх и подлинзой жил инспекции товарищество собственников также и городские власти и налоговые кто только не проверяет а непосредственное управление получается все рыжие напоминаю депутатам зак собрания членам общественной палаты что у нас треть жилого фонда находится в непосредственном управлении что там происходит никто не знает и относительно критерия в 30 квартир невнятный он какой-то куда полезнее было бы учитывать отсутствие или наличие человека конкретного который может и хочет заниматься проблемами дома есть такой человек знает куда он лезет знает что делать ну пусть пробует а без такого человека и в 30 квартирах можно столько наворотить что всей областью не расплюемся вот так-то собственники до свидания